Есть вопрос онтологический, вот как бы про, что мы в этом мире. Мы в этом мире вот что-то, значит, вот живем ли мы в этом мире? Физически мы живем, но наша жизнь сильно отличается от того, как живут другие существа, от того, как живут животные, растения. У нас какая-то другая жизнь. В трактате я там строю эту онтологию и что показываю? Что мы относимся к реальности, реальности в понимании методологии мышления вот этой книги. С точки зрения, там это называется мир с большой буквы в трактате. Но мы же не живем миром, понимаете? Потому что мы же себя из этого мира выделяем. Животное, вот оно выделяет себя из мира? Да нет. Ну оно, конечно, у него формируются какие-то условные рефлексы, там какая-то штука, все формируется. Да. Вот. Но сказать, что оно чего-то в этом мире делает, нет. Оно в любом случае рецептивно. Ну то есть вот оно живет вот как бы на сигналах. Сигналы, 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 в чертов ступе. Вот. А мы вот что-то мы другое делаем. И мы за это наказаны. Но мы с одной стороны этим построили цивилизацию, там, создали культуру, получили возможность получать удовольствие от вещей, от которых животное не может получать удовольствие. от красоты, от поступков красивых людей. Мы этого не видим. Ну то есть животного нет, у нас есть. Но почему у нас это есть? Потому что у нас сформировался аппарат определенный. Он связан с языком, безусловно. И понятно, что дети, которые вне этого всего, они и нет. Но мы платим. Мы платим за это. Мы платим неврозами, мы платим шизофренией, мы платим депрессиями всеми и так далее. Вот. Почему? Потому что мы оторваны от мира. Мы сами оторвались. Мы думали, что мы свободу обретем, когда выйдем из круговорота всего этого. А мы обрели страх смерти, страх перед будущим, вину за прошлое и так далее. Вот что мы обрели.